Всем большой привет! Сегодня у нас будет по-настоящему весенний обзор на новую коллекцию от бренда Stellar. Эта коллекция мне нравится уже больше, чем от Yuen Sevo, потому что она не такая странная, и здесь больше продуктов, которые действительно носибельны. Сегодня у нас на обзоре будет такая палетка нюдовых оттенков. В принципе, здесь все оттенки понятны, их очень много, и как будто они однообразны. Действительно, это так, посмотрите. Когда я смотрела на эту коллекцию, мне показалось, что это больше какая-то золотая роза, надо было им так и назвать, потому что здесь даже у нас такой симпатичный хайлайтер идет, такой матовой упаковки, ну, пластик. Понятно, не очень везде, но, в принципе, оформление и то, что внутри находится, мне даже нравится. Вот такие вот румяшки в 01 оттенке, я хотела именно их, они такие персиковые, освежающие, и вот такой карандашик. Также в коллекции еще была матовая помада, по-моему, жидкая, эссенция для увлажнения, то бишь база под макияж. Еще было масло, и, кстати, и база под макияж и масло было с лепестками роз, я очень долго думала, брать мне базу или нет, потом думаю, нет, наверное, это уже что-то было. Палетка на 16 оттенков. Чисто такая нюдовая, весенняя, очень банальная палетка, но, в принципе, симпатично это все выглядит, да, здесь такая вот у нас упаковочка. Также, с оборота стороны, здесь у нас есть схемки, какие мы можем сделать макияжики, даже номера оттенков нам подписали, какие мы можем это сделать. Слушайте, а давайте повторим здесь какой-нибудь макияж, который нам дали Стеллари, потому что, если честно, я не знаю, что мне с этим делать, хотя я думала сделать какие-нибудь смоки темные с коралловым. Ну, посмотрим, здесь, в принципе, есть схемки, поэтому давайте мы попробуем что-нибудь по ним и сделать. И давайте свочить, ой, ну, пока что я не чувствую никаких здесь у нас рефилов, которые могли бы плохо переноситься или тушеваться, пока все идет очень даже хорошо. Посмотрите, какие красивые, это первый ряд, в принципе, ну, сносно, сносно, хорошо, хорошо. И следующий ряд, это такой бордовый, фиолетовый, оттеночки-то красивые, ребят, у меня здесь никакой доохранности, просто такой сияющий розовый оттеночек. Йо, посмотрите, какие оттенки, это же холодные коричневые, вау, если вы ищете такие, то вот, но обратите внимание, что они больше в розовинку, они не уходят в серый оттенок, они уходят именно в розовый. Интересно, мне нравится, девочки, мне уже нравится, блин, уже тыкнула своим пальцем, здесь какая-то интересная штучечка у нас есть. Очень часто я вижу такие в китайских палетках, именно чтоб, а, это походу металлик, именно чтоб с такими белыми прожилочками были, именно там нахожу. Ну, в принципе, ну, неплохая, на самом деле, палетка, здесь есть коричневые, как такая, в принципе, база, если у вас еще нет, хотя я думаю, что уже у всех есть базовые палетки. Я думаю, неплохо, в принципе, мне даже нравится, смотрите, здесь очень много, можно макияжа, в принципе, с ними сделать, потому что их действительно здесь много. И теперь я не знаю, честно, я вот смотрю, что нам предлагают взять, 16-й оттенок, якобы такая небольшая стрелочка, да, 11-й оттенок, ну, а что поинтереснее? Повторяю макияж от Стеллари. Ай, да ладно. И так сойдет! Давайте, мы с вами, знаете, что сделаем? Мы немножко возьмем что-то от Стеллари, что они нам предлагают, а что-нибудь кинем в свое, потому что я очень сомневаюсь, что мне придет такой макияж, который нам дает Стеллари. Ну, посмотрим. Если я найду еще маленькую кисть. Оттенок, который здесь под номером 16 идет, попробуем им что-то выстроить здесь. Это хорошо, я просто прислонила кисть к веку, стойте, почему так быстро, я не готова. Девочки, это вообще пушка, они такие пигментированные. Я беру оттенок четвертый, такой, как будто серо-коричневый, но они очень похожи. Ой, у меня пошли осыпания. И вот здесь я немножко затемняю, потому что я не хочу вводить это в какую-то такую явную форму. Хотя, если честно, я вообще не знаю, что я хочу сделать, поэтому пока что останемся на таком этапе, я думаю. И, возможно, сделаю более четкую границу, но оттенки, кстати, различаются. Да, тут все равно темнеет. Немножко пыталась сюда вывести большой пушистой кисточкой, в итоге поставила себе пятно, потом перекрыла консилером, потом опять поставила пятно, и в итоге у меня пятно. И нанесем коралловый оттенок. И я буду продлевать это еще на нижнее веко, а на верхнее мы, скорее всего, кинем какую-нибудь сияшечку. Ничего страшного, что здесь осыпание. Как все здесь пигментировано, как мне все это нравится. Ну, реально здесь работа с цветами просто на удовольствие. Здесь есть вообще для каждого оттенка что-то. Такой золотой прям. И надо вот этой, но я думаю, что вот эту. Хотя, в принципе, можно было и золото кинуть. Машка изменила нашу форму глаза, потому что, ну, мне кажется, мне так больше идет. И я хочу теперь набрать саму сияшку вторую, которую я хотела. Я ее, скорее всего, кину на нижнее веко. Так, сейчас секундочку, нужно как-то аккуратно, а то она усыпается чуть-чуть. Ну, она, да, она немножко хлопьями идет. Кажется, у меня с собой научились. Я еще поверх этого металлика немножко этого золота кинула. Металлик такой, знаете, не самый лучший. Просто обычный, ничего особенного. Я даже заметила, что многие бренды стали делать больше таких каких-то холодных оттенков, коричневых. Поэтому, если вам нужны холодные оттенки, то, в принципе, можно. Но имейте в виду, что они отдают в розовинку. Здесь макияж еще не закончен, я потом его буду оформлен, чтобы у нас были ресницы, стрелки. Здесь же я, наверное, больше буду делать розовые. Можно, кстати, набрать розовый оттеночек. Он больше такой, знаете, карамельный розовый. Такой, чтобы закрепить консилер, потушевать, возможно, даже можно им. Но особо ничего нет. Но, видите, немножко так оттенок века поменялся, и на этом все. Здесь еще есть такой привлекательный вот этот вот оттеночек. Сейчас скажу его номер. Такой больше какой-то фиолетово-бордовый пятый оттенок. Ну, давайте более такой, что ли, спокойнее сделаем весенний макияж этим оттеночком. Он наслаивается и тушуется, все так хорошо у него. А что будет, если я добавлю оттенок фиолетового седьмой? Он такой темный. Честно говоря, я думаю, что я сейчас все испорчу. А может, и нет. Ну, он похож на Евген Собо. Вот сюда. И теперь мы возьмем какую-нибудь. Такой, давайте, непринужденную сияшку. Я думаю, возьму белую какую-нибудь, чтобы заполнить ей. Ой, смотрите, она прям в золотинку. Не знаю, давайте возьмем одну какую-нибудь. Белую просто. Которую можно, в принципе, и золотую кинуть куда-нибудь. Я хочу вот здесь просто уголочек проработать. Добавить у нас сияшечку. Ой, ну, сияшка вот эта мне как-то не очень сюда нравится. Она как будто имеет частички маленькие. Ну, уже главное, чтобы уголочек вот эта загорела, все. Я думаю, сейчас надо вот этим металликом, каким-то желтоватым, но он такой, мне кажется, достаточно спокойный. Может быть, сюда и подойдет. Или не подойдет. Сияшками, конечно, здесь проблема. Как-то скучновато все равно. Зато сматываем и разгуляемся. А у Вен Собо наоборот, наверное, тебе полезно, должны быть смежные. Ну что, девочки, такие макияжи у нас с вами получились. Очень такой нежный, хоть такой более обечальный, что ли. Продукты, которые я использовала для слизистой, это черный карандаш от Париса гелевый. И вот такой розовый. И вообще советую вам карандаш от Париса, они очень крутые и бюджетные. Также немножко блестяшки вот этой серебряной от Вен Собо. Зарковая коллекция. Антинок 01. Юзи-бом, вообще не свету, с дремной подводкой не надо. Я чисто использую именно для видео. Тушка Боретта от Вен Собо. И вот такая вот штука с Валберис. Глиттер на базе, он вообще дешманский. Я реально его могу вам посоветовать, потому что он очень красиво играет в макияжах. Я не знаю, вышло ли видео с Валберисом, но посмотрите, какая красота. Очень красиво дополняет макияжи, разбавляет. Мне нравится. Тени реально неплохие, они вообще максимально проходные. Если вам нужно что-то такое, то берите. Ну, за тысячу... Кстати, я где чек? Так, кстати, все эти четыре продукта обошлись мне 2536 рублей. Офигеть. В общем-то, палетка стоит 1199. Если вам очень сильно она понравилась, то возьмите на скидках. Слишком дорого, вообще не оправданно. И цвета такие самые базовые. И, в принципе, формула у них неплохая. Тушуются, хорошо наслаиваются. Палетка мне понравилась, но, как по мне, сияшки здесь очень посредственные. Такие самые обычные. Матовые, да, хорошие. Давайте тогда потестим уже вот эти вот прекраснейшие румяны. Мне очень нравится такой градиентик. Здесь очень красивые. У них такой персиковый оттенок. Пахнут они... Очень слабо. Я не могу понять, чем. Как будто это какой-то сок. У них такой персиковый оттенок. Очень красивые. Похоже на Элиан, но, по-моему, Элиан поплотнее будет. Я думаю, что должны получиться нормально. В принципе, мне оттенок этот понравился. Мне кажется, что на лето самое то. Прям очень освежает. Ой, я прям вот так растушевала. Очень кредитный оттенок. Такой натуральненький. Такой прям очень хорошо будет сметиться летом. Мне нравится. Не знаю, сейчас попробую еще кисточку взять. С нее попробовать. Можно, кстати, вот такие вот точечки поставить. Но я просто вот так люблю. Да, такая схема оформления мне нравится. Ну да, кистью. Еще натуральнее это выглядит. Очень приятные румяны. Прям, ну, освежают. Мне нравится. Можно, в принципе, не так сильно их тушевать. Можно еще чуть-чуть. Но если вот вы начнете их тушевать спонжем, то все, у вас их не будет. Потому что они очень деликатные. И мне это очень сильно нравится. Прям таким вот я бы пользовалась. Потому что они яркие. И, да, как-то, мне кажется, сейчас все отходят от таких ярких румянов. Но как-то на камере я прям такая вырумянинная девочка там. Румяна однозначно мне нравятся. Вот ими я буду пользоваться. Главное не переборщить. Я это очень люблю делать. Ну что? Как вам? По-моему, очень свежо. И я переборщила. Но это ничего страшного. Можно потом убрать спонжиком с тоном. Остатками. Но пока что у меня его нет. Поэтому будем сидеть так и думать, что все ок. Хотя, в принципе, мне даже так нравится. Прям, ой, я прям очень сильно много нанесла. Может быть, немножко консилера добавить. Но мне нравится. Очень прикольная румяна. Поэтому вот их я вам посоветую. У меня, если что, в ноль первом оттенке. Такой освежающий оттеночек. Где консилер? Я ладонько не пользовалась румяшами. Как-то усмирить немножко их надо. Ну, по-моему, все очень даже хорошо. Сейчас я попытаюсь их растушевать пальчиком. На смочи. Ну, видите? Очень освежающий оттенок. Я реально вам рекомендую его взять на лето. Вот эти румяна очень интересные. Посмотрите, какая красота. Хайлайтер. Он золотой. Здесь даже показана вот здесь схема, куда это можно нанести. На нос, на лоб, на скулки, под глазки. Ну, и на ключице. Почему нет? На лето самое... Не знаю, там, наверное, отсвечивает. В общем, хайлайтер в форме розы выглядит, конечно, красиво. Напоминает китайские хайлайтеры по оформлению. А жирный с 8 набрала такой прям. Ну, мне кажется, он будет подчеркивать текстуру кожи. Ну, красиво бликует. Но сейчас посмотрим, как это будет в деле. Я набираю на веерную кисть данный хайлайтер. Почеркиваю, текстура кожи выглядит, конечно, очень красиво. Я прям глазу подведу этот хайлайтер. Не просто поставлю, а именно вот глазик у него. Берите, и как будто у меня все сливается здесь, и нет такой полосы. Это, если что, вам прием, если вы так же хотите сделать, потом попробуйте. Немножко сюда подсветить носик. Ну, совсем чуть-чуть давайте. В принципе, мне нравится хайлайтер. Сейчас улыбнусь, и вы давайте на яблочке счетчик еще бахнем. Такая вот схема моя. И давайте тогда еще под глаз нанесем. Чего что? Розовое золото. Ну, смотрим. Слушайте. Очень красиво. Очень красивый хайлайтер. Очень хорошо. Мне нравится. Очень красиво влекует. На коже смотрится тоже хорошо. То есть вот так вот смотрите прямо, ничего не видно. И потом бац, отразили. Бац, отразили. Отличный хайлайтер тоже могу вам его порекомендовать. Но если у вас, конечно, уже есть золотой, то какая разница? Чем больше хайлайтеров, тем лучше вообще. Мне кажется, я даже оставлю в своей коллекции. Мне почему-то он очень даже понравился. И теперь самое последнее. Блин, я уже пожалела, что не взяла жидкую помаду. Мне пока что все нравятся продукты. Вот такой вот карандаш. В первом оттенке, я не знаю, есть ли там еще. Там просто был один карандаш и жидкие помады. А я вот сейчас сижу и думаю, надо было что-то взять из жидких помад. Может быть, возьму попозже и покажу в шорцах. Не знаю, честно. Но пока что, вот видите, карандаш прям такой, вы знаете, темненький, коричневый. У меня на губах маска, потому что губы сейчас ужасно сохнут. Вообще все сохнет. У меня все лицо начало лечение. У меня новая кожа и от препарата наружного у меня безумно сухнет кожа. Это какой-то ужас. Давайте. Ну, он такой прям тоненький. Я выбрали, пошла, наверное, карандашик все-таки потолще, чтобы было удобнее рисовать. Я просто люблю раз-два и все сделаю. Какова красота просто. Посмотрите, какой прекрасный нюдовый оттенок, такой немножко розоватый. Мне нравится. Мне нравится коллекция. Девчата, с вашего позволения, как обычно, наношу хайлайтер на все тело. Коллекция реально неплохая. Может быть, по оформлению скучная, но я бы не назвала ее скучной. Не было такого в горбеглазного чего-то. Поэтому я не удивляюсь. И мне нравится коллекция. Мне нравится, что они выпустили. Очень неплохо и достойно, я считаю. По сравнению с Vivienne Sabo, который выпустил какой-то, извините меня, трэш. И здесь уже что-то такое красивое. Такое женственное, даже можно сказать. И, в принципе, действительно достойно. Карандашик мне нравится. Это 01 оттенок роза. Называется роза. Эту коллекцию я могу вам смело советовать. Особенно присмотритесь к румяным хайлайтеру. Этому карандашику, если вы не пробовали и хотите попробовать, то я вам реально советую. Посмотрите, какой оттенок. Мне кажется, очень ходовой. Единственное, что мне не нравится цена, но я думаю, что... Ну, если будут скидки, я думаю, что можно это все купить по более приемлемой цене. И мне действительно нравится, что у нас сегодня получилось. И вообще, продукции я, на самом деле, довольна. Особенно румяным хайлайтером и вот этой штучкой. Тени, на самом деле, самые обычные. Если у вас такого нет, или же просто для коллекции новинок, почему нет? Если честно, я даже подумывала оставить ее себе, но сейчас думаю, нет. Нет-нет-нет-нет-нет. А как же наши огромнейшие палетки на 36 оттенков? Вилочка, остановись. Поэтому, скорее всего, не оставлю в своей коллекции. Но, блин, она реально классная. Здесь холодные оттенки есть. Поэтому, если вы ищете холодные, то присмотритесь. Но обязательно на скидочках. Оно пахнет. У него легкая душка розы. Почему же я не понюхала, когда обзор доделала? Порядка тоже имеет запах, но как будто запах клея. Не розы. Карандаш в блюде не пахнет. Девочки, ну что, вот так выглядит макияж при дневном освещении. По-моему, ну просто невероятно. Очень красиво сияет хайлайтер. Он мне безумно нравится. Как вам? Как вам, девчонки? Просто, мне кажется, нереально. Очень красиво все сияет. Реально достойно. Я думаю, что я еще загляну на этот стенд. Ну, очень уж красиво. Ну, а на этом все. Пишите, какой продукт вам понравился больше всего, что вы уже купили для себя или что хотите приобрести. И увидимся с вами, как всегда, в следующем видео.